МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Связь между двумя мирами, мёртвых и живых. Возможно ли такое? Столетиями контактёры с душами умерших пытаются убедить нас, что эта связь существует. Мы решили проверить это сами. Шаманы, колдуны, ведьмы были на земле испокон веков. Они умели вызывать как души предметов, так и мертвецов. В нашей стране запрета на эту деятельность нет. И более того, деятельность это законно прописано. Услуги спиритов, гадалок, они не входят, скажем, в перечень запрещенных. Медиумизм и спиритизм вошли в моду больше двух веков назад. Говорят, в Россию это увлечение завёз граф Калиостро. Интерес к потустороннему не угасал вплоть до прихода советской власти, особенно среди интеллигенции высшего света. Дух императора, скажи, долго ли продержатся у власти большевики? Медиум. В парапсихологии человек, обладающий сверхчувствительным восприятием. Экстрасенс. В спиритизме. Участник спиритического сеанса, общающийся с душами умерших. Толковый словарь Ожикова. Очевидно, что такое определение могут дать лишь те, кто верит в возможность подобной связи. Противники всего сверхъестественного настаивают на другой трактовке, называя медиумов людьми с нарушениями психики или просто лжецами. Людей, учёных, которые бы занимались этими вопросами, мне они неизвестны. А шарлатанов сколько угодно. Какой-нибудь там гробовой сколько угодно расскажет о загробном мире, а может быть, и предложит оживить. И сколотил состояние. Медиумы, особенно из-за рубежа, буквально заполонили Россию в 19 веке. Пришлось подключать Императорскую Академию Наук. При ней и была создана специальная комиссия по изучению феноменальных способностей этих людей. Одним из её экспертов стал великий химик Дмитрий Менделеев. Всё было жульничеством, что движение предметов там, стоинственные стуки определялись вытянутыми ногами. Медиуму, который постукивал, и какими-то ниточками, за которые медиум в темноте дёргал. И написал совершенно разоблачительный отчёт, что это просто такой вот эстрадный номер для легковерных людей. Попытка разоблачить медиумистов сыграла злую шутку с известным учёным. Менделееву не позволили стать академиком. Однако этот печальный опыт не заставил поклонников точных наук изменить своё мнение даже спустя много десятков лет. Современные учёные, настоящие учёные, по-прежнему утверждают, что никакой жизни после смерти нет и быть не может. Это Дмитрий Карпов. У него в руках особый электронный прибор. Он способен фиксировать беседы с мёртвыми душами. Так утверждает его создатель. Записи довольно качественные и довольно громкие. Выгодов пока, к сожалению, мы сделать не можем. Но в 70-80 случаях, конечно же, это голоса умырших людей в основном. 24 августа 2004 года в России практически одновременно в Тульской и Ростовской областях произошли две авиакатастрофы. Специалисты по транскоммуникациям поймали на свою аппаратуру некий сигнал в виде щелчка. При многократном замедлении загадочного звука удалось разобрать слова «был террорист». Ещё один излюбленный аргумент всех медиумов и экстрасенсов в защиту своих убеждений сотрудничества с государственными структурами, чаще с правоохранительными органами. Об этом все говорят. Но официально никто не подтверждает. Разве что Скотланд-Ярд. Английские сыщики не раз обращались к медиумам за помощью получить информацию от духов убитых. Борис Березовский. Опальный олигарх умер в марте этого года. Смерть его стала для всех неожиданностью, а потому породило множество версий о причинах гибели. Использовала ли на этот раз английская полиция нетрадиционные методы расследования, нам неизвестно. Но мы решили попробовать сами и обратились к специалисту. Мне погоны показывают, обвинять меня не знаю. Просто показывают, как... Ну не то, что погоны, то есть какая-то структура, как будто у людей какой-то отличительный есть знак. Не знаю, на одежде, на фоне. Не могу это сказать. Сказать, вот это вот присутствие больше не скажет. Медиумы утверждают, что с прахом умерших они не контактируют, хотя иногда и проводят свои сеансы на кладбищах. Контактеры устанавливают связь с душами. Подключаясь, скажем, к духу, я получаю некие файлы. Можно назвать это мыслями, да, некие файлы, которые моя задача просто озвучить. Во время сеанса связи с Борисом Березовским мы не слышали никаких посторонних звуков, кроме голоса самого медиума. Она озвучивает его послание с того света, признание человека, которого еще при жизни многие называли «дьявол воплоти». Смерть точно не естественная. Для двоих людей. Он, как сказать, как задыхается, но это не повешено. Это не повешено. Сеанс связи с потусторонним миром, как правило, очень красиво обставлен. В ход идут различные приспособления. Шаманские барабаны, спиритические доски, свечи. Если это шаманские вещи, это вот состояние, трансовое состояние, там, с губными, с грибами, еще с кем-то. Если мы берем мексиканских шаманов, там используется кокаин. Методик очень много. В каждой культуре они разные. Как крутили эти самые блюдечки, по столу гоняли во времена Толстого, так и сейчас делают то же самое, практически то же самое. Ничего не сдвинулось. Какой-то там телекинез, какая-то там парапсихология, какая-то там передача мыслей на расстоянии. Телепортация, телекинез, что еще? Телепатия. Вот это все названия, явлений которых не существует. Красноречиво и убедительно донести до страждущего информацию, полученную свыше. Вот главная задача. Как проверить правильность перевода с потустороннего языка на земной? Остается только верю-не верю. Переводчики – это физическое веро. Я, скажем, не переводчик, я проводник. С одной стороны провода, скажем, на другую, и с другой – обратно. Известный американский иллюзионист Джеймс Рэнди в 1996 году основал фонд по изучению различных паранормальных явлений. Он же учредил премию за демонстрацию необычайных способностей перед компетентным жюри, которое должно состоять из профессиональных фокусников. С тех пор размеры премии выросли с одной тысячи долларов до миллиона. Никто из медиумов так и не захотел стать в одночасье миллионером. К услугам медиумов простых смертных чаще всего вынуждает прибегать преждевременный и трагический уход из жизни близкого человека. Люди готовы пойти на все, лишь бы получить хоть какую-то весточку. Многие на этом просто делают какие-то деньги, как занимаются мошенничеством. Несколько лет назад огромное количество людей поверило Григорию Гробовому. Потерявшие близких после теракта в Беслане хватались за эту возможность как за Соломинку. И он находил, чем их утешить. Он говорил, как, я его вернул в жизни. Только он решил выбрать себе другой облик. Вы его просто не узнаете. Или он другим говорил. А он решил жить в Южной Америке. Поезжайте, найдете. В июне 2012 года трагически погибла пятилетняя дочь Ромы Жукова. Певец никогда не обращался к услугам медиумов. Однако не отрицает само существование людей со сверхспособностями. Я, безусловно, уверен, что есть люди, которые довели способность воспринимать, способность верить своему подсознанию до того уровня, что они практически это, можно сказать, видят как невооруженным глазом. Сон, который Роман увидел накануне трагедии, он запомнил на всю жизнь. Находясь за тысячи километров, певец уже знал все подробности несчастья, которые произошло с его семьей. Потом я очень сильно чувствовал сжение в вене, когда, видимо, ей не хватало крови. На расстоянии вот люди родные, они чувствуют друг друга и просто я себе представить не могу, что может быть по-другому, что она сейчас не наш ангел. Она только так и никак и иначе, потому что иначе весь смысл жизни теряется. Так все-таки есть жизнь после смерти или нет? У православной церкви на это давно готов ответ. Люди, которые живут на земле, могут думать, что они общаются с ушедшими, но в таких случаях они общаются не столько с ушедшими, а сколько с бесами, с падшими ангелами, которые, зная что-то об усопших, могут вводить человека в заблуждение. И тем не менее люди, обладающие экстрасенсорными способностями, есть. Их даже можно разглядеть в толпе. Они меченые, то есть отмечены определенными знаками. У них есть на руке некий глаз. Да, вот я вам покажу на своих руках, располагается вот здесь, как некие глаза. Это некий входной билет. Но даже для них, как и для профессионалов, небезопасно проводить эксперименты с медиумизмом. Бывали случаи, когда маги входили в контакт и это парализовало руки, например. Такие случаи были. Физические вещи какие-то, то есть отскакивали предметы какие-то, ритуальные, в лицо, еще куда-то. Несмотря на все опасения, экстрасенсы из Великобритании начали обучение всех желающих общению с умершими и даже получили на это правительственный грант. На расспросы о ее прошлом мама может дать вам отказ, потому что есть две стороны мамы. Но в основе ее поведения будут лежать нематеринские чувства к вам. Вы должны понимать, что, конечно, она не накинется на вас с объятиями и словами «О, как я тебя люблю!» Правда, дальше размещения промо-ролика в интернете дело у английских специалистов не пошло. Может быть, им мешают какие-то силы? Известный французский ученый Паскаль был материалистом и он рассуждал так. Вероятность того, что есть вечная жизнь ничтожна, но если я поверю и меня за эту веру возьмут туда, это будет бесконечной наградой. Так что лучше я поверю. Верить вам или нет, решайте сами. Редактор субтитров А.Семкин